Всем доброе утречко! Я сегодня в субботу с блинчиками. Блин, я делаю, как обычно, на трех сковородах. Ты блинчики будешь? Да! Много тебе? Много тебе? Ну ладно, сейчас я тебе самую большую положу. Забирай свою тарелочку, Степа. Нет, это не твоя, это, Миша. Вот твоя. Забирай свою тарелочку, иди неси ее на место. Так вкусненько кушает, Степа. Вкусно? Ну хорошо. Дети сейчас пошли на занятия. Миша у нас ходит на английский и к логопеду. Никита сейчас пошел на ментальную арифметику, их дедушка повел. И заодно взял Степу, и со Степой сейчас просто погуляет. Поэтому у меня появилось время, и я вам наконец-таки покажу посылку, которую вчера получила. Я ее уже распаковала, но еще не смотрела, что там. Будем вместе сейчас смотреть. Здесь все так хорошо завернуто в пупышку было. Никита с утра увидел, говорит, мама, мама, можно посмотреть? Я говорю, давай я сначала покажу. А то обычно, если они начинают смотреть, они потом это уже, естественно, не могут отдать, потому что ему это все хочется попробовать, а там, тем более, для Никиты много чего есть. Это у меня заказ торговой площадки Тедекор. Уже много раз вам о ней рассказывала. Эта торговая площадка не просто магазин, это множество магазинов, просто база магазинов, на которые можно выбрать абсолютно разные товары. Здесь у меня сегодня товары для творчества. У меня еще есть футболочка для меня, тоже буду мерить. И здесь у меня очень интересная вещь для Никиты. Но сначала достану, покажу то, что здесь лежит, что я уже очень давно ждала, и говорила вам, что я заказала, и заказала, но никак не могла додаться. Это вторая половинка тюль на первый этаж. В общем, у меня половина там висит уже, я заказывала. Я думала, мне хватит одной, потом поняла, что нужно, чтобы это все красиво в складочке висело, что нужно вторую заказывать. Вот второй тюль, наконец-таки я его заказала, точно такой же, как первый. Да, я запомнила, что тюль мужского рода. В общем, сегодня будем его вешать. Еще здесь у меня картина по номерам. Это я заказывала для Никиты. Никите очень понравилось собирать алмазную мозаику, и он до сих пор ее собирает. Она оказалась просто гигантских размеров. Мы реально думали, что за месяц справимся, но мы не справились. Даже я ему помогаю. Мы до сих пор собираем алмазную мозаику. Я подумала, что картина по номерам ему тоже очень понравится, потому что, в принципе, там принцип действия похожий на алмазную вышивку. Только там укладываются мелкие детальки. А здесь нужно рисовать красками. Рисунок Никита выбирал сам. На Т-декор очень-очень-очень много различных картин по номерам. И цены, конечно, вообще не сравнятся ни с одним торговым центром. Знаете, когда заходишь в торговом центре, есть всегда островки с этими картинами по номерам, с алмазными вышивками. Вот цены там совершенно другие. Вы можете зайти, перейти по ссылке. Я ссылки, естественно, все оставлю в описании. Там все намного дешевле стоит. Качество ничем не хуже. Алмазная вышивка просто шикарная у нас. Я думаю, Никита будет в восторге. Он с утра уже увидел. Я же распаковала. Он так увидел. Говорит, мам, можно я достану? Можно я достану? Я говорю, нет, потерпи. Я сначала покажу распаковку, а потом достанешь. Он придет сегодня как раз в занятии. И вот мы будем раскрашивать. Здесь в наборе уже есть и кисти, и краски. И, по-моему, даже подрамник есть. В общем, откроем. Обязательно все-все подробно покажем. И как мы ее рисуем, тоже вам покажем. Ой, у нас такой снег начал. Сейчас смотрю в окошко. Я прям даже сейчас камеру повернула, вам покажу. Там снегопад, снегопад такой. Еще он вверх летит. Очень красиво. Смотрите, как много снега. Просто вьюга какая-то. И хлопья такие большие-большие, красивые. Все, зима к нам вернулась. Весна была недельку. Зима возвращается. Ну что, продолжим дальше распаковку. Еще я заказала еще одну алмазную вышивку. Это я заказала уже для себя. Мне очень понравилось собрать Никитину. Но я захотела сама лично собрать полностью картину. Заказала себе вот такой вот рисуночек со снегиром. Правда, вот эта алмазная картина немного меньше, чем у Никиты. Я уже оценила масштаб. И поняла, что такую, как у Никиты, я буду собирать очень-очень долго. Здесь размер идет уже 45 на 35 сантиметров. Просто сам процесс сбора алмазной мозаики очень увлекательный. И он, знаете, расслабляет. Я иногда детям вечером сказку почитаю. Потом сяду, Никиту эту лампочку включу. Небольшой там ночник. И вместо него немножко собираю. Он прям очень-очень расслабляет. Это как рисовать, как вышивать. Вот собирать алмазный пазл. И точно так же. Мне очень нравится. Заказала для себя такой. И еще самое интересное, что я больше всего ждала. И хотела как раз подарить тоже Никите. Но с расчетом на то, что потом и Миша, естественно, будет играть. И Степа, и я, и Сергей. Это шахматы. У нас с Никитой ходит шахматный клуб. И он будет очень рад. У нас есть шахматы, но они очень сильно-сильно потрепаны. Они еще с моего детства. И у них очень... Ну, там прям они сильно ободранные. Несколько деталей не хватает. Они вместо них другие ставят. Там человечков из лего. В общем, Никита будет очень рад новым шахматам. Господи, какая красота! Смотрите! Обалдеть! Все так красиво уложено. Очень красивые шахматы. Просто в бархатной коробочке. Детальки. Сейчас достану, покажу. Смотрите, какие детальки. Здесь мягкая подложка, чтобы они не скользили. На торговой площадке Тедекор там прям отдельный раздел с настольными играми. И там очень-очень много различных деревянных шахмат. Нарды там продаются. Там есть три в одном, где и шахматы, и нарды, и шашки. В общем, там очень-очень много. Там есть и бильярд, и аэрохоккей. Ну, прям целый отдельный раздел. И выбор там очень-очень огромный. Там все из дерева, все очень красивое. Я смотрела, смотрела. Сначала хотела три в одном заказать. Ну, наверное, я все-таки нарды потом тоже еще закажу отдельно. Потому что нарды это была одна из моих самых любимых игр в детство. Я с мамой постоянно играла в нарды. У нас была большая такая доска для нард. Тоже деревянная, но мне кажется, даже больше, чем эта. Она такая длинная была какая-то. И мне очень нравилось играть в нарды. И, наверное, на Тедекор потом следующий мой заказ будет эта нарда. В общем, шахматы, они пахнут деревом и лаком. Знаете, таким новым, новым деревом и лаком. Доска сама тоже такая резная вся. Видите, какая красота. Я думаю, Никите очень понравится. Ну и последнее, что у меня тут в заказе. Это вот такая вот небольшая футболочка. На Тедекор очень много ивановского трикотажа разных абсолютно фирм. И у меня были комментарии такие, например, Настя, скажи, пожалуйста, где лучше заказывать. Там на Васильке или на Тедекор. А я говорю, да это совершенно разные магазины. Василек это просто магазин, а Тедекор это торговая площадка. Там есть все. То есть, ну, это не магазин, а сбор магазинов. Это как русский Алиэкспресс. Поэтому на Тедекор, естественно, больше выбора. Там выбор, начиная от еды и заканчивая настольными играми. Поэтому, ну, как-то сравнивать эти магазины вообще, в принципе, невозможно. Потому что это магазин, а это не магазин, а именно торговая площадка. Это как сравнить какой-то магазин или рынок. Вот точно так же получается. Так что решайте сами, где что заказывать. Естественно, ссылки на все, что я заказала, я оставлю в описании к этому видео. Ну, а я сейчас хочу померить эту футболочку. Мне понравился принт на ней. У меня дети обожают попкорн. Я когда увидела футболочку с попкорном, просто решила, что она обязана у меня быть. Смотрите, надела футболочку. Размер заказала 44 с расчетом на то, что она может сесть. Но дело в том, что она мне и так хорошо сидит. Вообще черный цвет мне идет. Он мне, в принципе, всегда шел. Хотя черный цвет, мне кажется, всем идет. Не знаю. Но футболочка такая веселенькая, красивая. Мне нравится. Это стопроцентный хлопок. Я думаю, когда я постираю его в теплой воде, он еще сядет немного. Может быть, даже лаптяг не будет. Но я стопроцентно буду носить. Мне очень нравится такой веселый рисунок. Под любые джинсы, я думаю, она отлично подойдет. Ну что, в этой футболке можно как раз пойти и повесить мой новый тюль. А еще на TEDxCorp очень много различных акций, скидок, бонусов. Там у них одна акция на другой акции. Там после регистрации сразу вы получаете скидку. Для пенсионеров скидки. Там за бонусы можно бонусы накапливать и за бонусы расплачиваться. В общем, там очень много различных акций. Переходите, смотрите обязательно. Смотрю сейчас с камерой. Мне очень нравится, как на мне эта футболка сидит. Очень хорошая. И она очень приятная к телу. Так, пришла я к месту назначения. Сейчас будем вешать вторую половинку. Так, приятного аппетита. Так, ну пока у меня получается как-то так. Вот тут у меня соскочила веревка. Нужно будет подправить, потому что там складок не получилось. Немножко туда удлинить. Но это я уже потом этим займусь. Если честно, мне роста не хватает. Мне нужна отсюда стремянка. Я на носочках это все стою, делаю. Ну, еле-еле прям достаю. И это очень сложно. Мне проще тяжелее попросить. У него рост на 10 сантиметров выше. Но ему это проще. А я прям на носочках, на стуле. Еле-еле. У меня рост метр шестьдесят. А повесили мы довольно высоко. В общем, пока будет так висеть этот второй тюль. Мне нравится, как выглядит вообще сама ткань. Такая чуть прозрачная. И светом вроде много. И в то же время не видно вот всего того, что там на террасе у нас происходит. Я вот там немножко удлиню, потому что там до самого конца. А здесь вот торчит палка. Там удлиню и вот там соберу. Два момента осталось. Так, ну а сегодня суббота. У меня сегодня последний сеанс моего массажа. Я сейчас собираюсь и ухожу. Пока как раз дети еще не вернулись в занятия, мне надо уйти. Сюда придет дедушка. Он, может быть, тут с ними даже посидит. Потому что сегодня у меня сеанса аж на час позже, чем в прошлую субботу. И в прошлую субботу я вернулась, и дедушка ушел сразу. Ну, он их только привел и сразу ушел. А теперь придется ему тут посидеть. Ну, либо Сергей тут с ними посидит. Вот она, счастливая собака. Вот она, счастливая собака. Сидишь? Молодец. Многие пишут нам, что нужно что-то там купить, чтобы ушки стояли. Это красиво. А мне так нравятся вот такие ушки классные, которые, наоборот, вниз висят. На синька похожи. Мне очень нравятся уши. Зачем настоящие уши? Может быть, это у породистых собак, типа, модно так. Но мне нравятся наши лапы. Ты классный пес. Лапулькин. Вот я опоздаю сейчас, но тебя поглажу. Так уж и быть. Ты моя хорошая собака. Такая большая стала. Просто гигантская лапа. Ты такая большая у нас. Давай лапу, давай. Другую давай. Другую лапу давай. Давай. Вот. Давай. Молодец. Нельзя кусать меня. Все. Пойду я лапу. Опаздываю уже. Опаздываю. Веселая собака. Сделала я сейчас сеанс последней правки своей живота. Ну, последней. Я думаю, мы еще увидимся. Просто не в ближайшее время. Так, я уже вернулась. Тут Никита как раз открывает картину по номерам. Здесь картина. Смотрите, она уже в подрамнике. Ее нужно будет просто разукрасить. То есть, она уже на холсте и в подрамнике. Интересно. Здесь в комплекте краски все, кисточка и держатель для самой картины. Для рамки. Открывай. Здесь в комплекте еще листик. Точно такой же, как и картина. Никита сейчас решил, что будет сначала на листике разукрашивать. Тренироваться, так сказать. Какой ты будешь первый цвет раскрашивать? Первый. Никита начал с первого номера. Мы решили не окунать вообще в воду, потому что тут довольно такие краски не густые. Мама. Да. У меня тут жуткая картина. Это называется Настя делает роллы. Сергей обычно у нас их делает. У него так все аккуратненько. У меня это все выглядит вот так вот. Это уже второй. Первый был. Вот тут. Вот так он у меня выглядит. На вкус, конечно, они вкусные. Но на вид они отвратительные. Если честно, если мне такое принесли в каком-то, не знаю, доставке роллы, я сказала, что это. Так что... А сейчас Сергей зашел только что. Ты что, в куртке-то иди раздевайся? Только что? Говорю, Сереж, сделай мне роллы нормально. У меня просто закрутить их не получается. Они получаются, у меня какие-то страшные все. Рису мало. А тогда они слишком большие, в рот не помещаются, дети. Они их откусывают. Они их откусывают и все сыпется. Ну, короче, сделай хоть больше риса, хоть как-то, ну, чтобы они симпатичные просто были. И как-то не пустые. У меня они внутри, получается, знаете, такие... Ай-ай, камера куда ушла. У меня они внутри еще, получается, знаете, такие полупустые. Они прям разваливаются. Жесть. Не дано мне это. Не дано. Но я по этому поводу, естественно, не переживаю, потому что у меня есть золотой муж, который даже в свою голодовку может мне сделать отличные роллы. Когда у него закончится голодовка, пойдем куда-нибудь и поедим очень вкусную еду. Ну, не чтобы я это готовила. У меня еда-то вкусная всегда. И он с удовольствием ее ест. Просто она у меня не всегда такая красивая получается, как у Сергея. Вот эти маленькие роллы делала я, а большие вот эти делал Сергей. Ням-ням-ням. Ты будешь тоже, Степ? Да ладно. Вот это ты даешь. Вкусненько, как скушал. Оп. Красивый? Красивый. Очень красивый. Степка пришел, закрывает тут мне сырочек. Ты, видно, недавно обедал, да? Совсем что-то не заявляет желание попробовать обменяться. У меня тут роллы. А Сергей чует какие-то вкусняшки там ест. Козинок. Козинок. Степа, Степа. Шапочку Сергей дай. Миш, ну это папина. Давай я тебе дам другое. Дети всегда хотят, чтобы родители едят. Да. Не важно, что ты ешь. Дети всегда захотят. Особенно, если какая-то сладость. Я же забыла показать совсем. Мне в подарок заказов положили вот такие вот мармеладки. Очень классные. Мы их уже тут открыли. Это Степа открывал. У них новый поставщик. Вот такие вот вкусности привозит. Мармелад из облепихи. Мармелад из клубнички. И мармелад из жимлости. Я хочу уже из клубнички. Сейчас мы будем чай пить. К нам в гости Андрей и Сварей пришли. Будем чай с пирогом пить. И с мармеладками. Я, знаете, коробки открыла, а он пахнет вообще клубникой и сахаром. Очень вкусно. Да, Никит, сейчас все вместе чай будем пить. Вкуснятина тут у нас. А это у нас место сахарницы. Да, разбилась. Никак не куплю и новую. Никит, Миш, садитесь, будете кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok